Здравствуйте, меня зовут Рита Соловьева, я финансовый советник команды Азата Валеева. Сегодня изучим, что такое криптовалюты, история их появления. Человечество было озабочено идеями электронной валюты примерно с конца 70-х годов 20-го века. Но все те изобретения не смогли конкурировать с электронными банковскими деньгами или сторонними системами, такие как, например, Paypal. Дэвид Чаум продолжил путь для цифровой валюты, когда запустил коин DigiCash. А это было в 1989 году. Это была электронная сеть для отправки валюты анонимно. Но попытка не увенчалась успехом и спустя 10 лет компания обанкротилась, как и несколько других. Спроса на цифровую валюту тогда не было, так как электронная торговля, как и доступ в интернет, не были распространены. Первую криптовалюту в 2009 году создал мифический персонаж или группа персонажей, скрывающийся за именем Сатоши Накамата. Он объяснил предыдущие провалы тем, что все системы были централизованы и основаны на доверии. В этом, по его мнению, и была самая серьезная проблема. Что такое блокчейн нужно понимать для того, чтобы понять, что такое криптовалюта? Давайте разберемся. В основу производства электронной наличности под названием биткоин легла технология блокчейн. Блокчейн – это последовательность блоков, содержащих информацию обо всех совершенных транзакциях. Так называемый реестр операций. Именно цифровой код, сформированный в формате блокчейн, и является виртуальной валютной единицей. Главным его отличием и неоспоривым преимуществом является то, что этот реестр не хранится в каком-то одном месте. Процесс шифрования, известный как хеширование, выполняется большим количеством разных компьютеров, работающих в одной сети. Если в результате их расчетов все они получают одинаковый результат, то блоку присваивается уникальная цифровая подпись. Как только реестр будет обновлен и образован новый блок, он уже больше не может быть изменен. Таким образом, подделать его невозможно. К нему можно только добавлять новые записи. Важно учесть то, что реестр обновляется на всех компьютерах в сети одновременно. Любой пользователь этой сети может иметь свободный доступ к актуальной версии реестра, что делает его прозрачным и абсолютно для всех участников. В 2010 году американский программист совершил первую реальную покупку за криптовалюту. Он пообещал 10 тысяч биткоинов тому, кто купит и принесет ему две пиццы. В переводе на доллары в то время это стоило примерно около 25 долларов. На данный момент это около 4 миллиардов долларов. И появился вопрос, как начать торговать криптовалютой. В 2011 году была открыта первая в мире биржа, на которой можно было обменивать биткоины на государственную валюту. А значит и торговать. Она носила название MTGOX. Несколько скандальных событий, связанных с хакерскими атаками на биржу и использованием биткоина в криминальных целях, значительно подняли курс биткоина к доллару. В 2013 году стоимость одного биткоина преодолела отметку в 1000 долларов. Буквально за несколько лет вокруг криптовалюты выросла целая индустрия. Торговать биткоинами на бирже стало выгодно. Кроме биткоина появился эфир, эфириум, лайткоин и другие виды электронной цифровой наличности. Возникло несколько десятков крупных криптобирж. Некоторые из них тут же рухнули. А собственно производство криптовалют стало привлекательным бизнесом для частных лиц и целых предприятий. Весной 2017 года Япония стала первой страной, легализовавшей биткоин на государственном уровне. В чем проблема обычных фиатных денег? То есть тех денег, к которым мы привыкли. Обычные рубли, доллары и так далее. Неважно в каком они виде, возможно это будут и наличные или в цифровом виде на банковском счете, но это называется фиатные деньги. Давайте разберемся. Сатоши Накамата выделил две фундаментальные проблемы. Работа обычных финансовых систем и свойства фиатной валюты. Доллары, рубля и так далее. Ваши активы в рублях, долларах или других валютах так или иначе заставляют вас зависеть от государства. Большинство валют представляли реальные материальные активы, например золото. Но эти времена прошли. И наличные деньги не представляют никакой ценности. Они ни к чему не привязаны. Золотовалютного стандарта уже нет. Правительство может легко манипулировать и девальвировать валюту, печатая большое количество денег для сдерживания инфляции, что приводит к росту цен на товары и услуги. То же касается и централизованных систем, которые мы используем для хранения и передачи денег. Банки, онлайн-сервисы для переводов. Они несовершенны. Давайте посмотрим перечень проблем, которые возникают по централизованным системам. Во-первых, это высокие комиссии за транзакции. Во-вторых, это возможно мошенничество. В-третьих, завязанность на доверии. Вы верите в честность, прозрачность выбранного вами банка и то, что ваши активы будут храниться в безопасности. Но этого может и не произойти. Также кризис 2008 года сильно подорвал доверие к правительству и банкам. И вот в качестве ответа на несовершенность всей системы традиционных денег появилась децентрализованная система, которая не опирается на доверие и не подвержена влиянию извне. Речь идет о криптовалюте. Криптовалюта – это цифровая валюта, защищенная с помощью криптографических технологий. Физического аналога у этих денежных единиц нет. Они существуют только в виртуальном пространстве. Единицей такой валюты является коин, что в переводе с английского означает монета. При этом монета защищена от подделки, так как монета представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую невозможно. Для самой крупной криптовалюты биткоин максимальное количество составляет 21 миллион монет, то есть ограниченное количество биткоинов. Главной особенностью криптовалюты является ее децентрализация. Децентрализация на практике означает то, что все мы являемся частью экосистемы биткоина и вносим свой вклад в его развитие различными способами. Биткоин полагается не на правительство, банки или посредников, а принадлежит всем его пользователям. Без участия индивидуальных пользователей не будет и самого биткоина. Чем больше людей включает в себя его сеть, тем лучше работает вся система. Постоянно растающее сообщество пользователей, активно использующих биткоин как платежный метод, расплачивающихся биткоинами за товары и услуги и предлагающие их товары и услуги на продажу за биткоины, являются важнейшим фактором его успеха. Передача криптовалюты необратима. Если вы отправили кому-то сумму, никто не может отменить, заблокировать, оспорить или принудительно, без приватного ключа совершить транзакцию. Однако участники сделки могут добровольно, временно, взаимно блокировать свои криптовалюты в качестве залога. Например, установить, что для завершения или отмены сделки требуется согласие всех сторон. Такие возможности имеются в смарт-контрактах. Это умные контракты и зависят от конкретного блокчейна конкретной криптовалюты. Чем вызван рост интереса к криптовалюте? Рост интереса к криптовалюте обусловлен следующими факторами. Большой потенциал для роста, который дает возможность стремительного и существенного увеличения своих вложений. Первое. Второе – это снижение доверия к традиционной валюте. Третье. Бум криптовалюты, который привлек внимание большого количества новых инвесторов в начале 2021 года. Банковские карты – это удобный способ оплаты товаров и услуг, но владельцам зачастую приходится платить за обслуживание этих карт. Еще нужно учесть комиссии при переводе, в том числе и за международные переводы. Криптовалюты позволяют отправлять неограниченное количество денег на другой конец мира, заплатив за перевод несколько центов. Криптовалюты позволяют запутывать транзакции, обеспечивая полную анонимность. Блокчейн хранит всю информацию по транзакции, чтобы обезопасить систему от взлома, а монеты от кражи. Криптовалюты автоматизируют денежные отношения и делают их полностью прозрачными. То есть это деньги нового поколения. Индустрия блокчейна все еще находится на крайних стадиях развития, а криптовалюты обладают существенным потенциалом роста. В криптовалюты инвестировали такие компании, как Tesla, MicroStrategy, The Motley Fool, Square, Ark Invest, Meitou, Nexon и другие. Многие из них заявляли, что видят потенциал роста криптовалют, именно поэтому инвестируют в них. Человеческое общество невозможно представить без денег. Деньги – специфический товар максимальной ликвидности, которые являются универсальным эквивалентом стоимости других товаров или услуг. В настоящее время цифровые валюты не выпускаются национальными центральными банками. Но прогресс не стоит на месте. И сейчас мы наблюдаем рост криптовалют – абсолютно нового платежного средства 21 века. Чем обеспечена криптовалюта? Хороший вопрос. Напомню, что современные деньги с момента отмены золотого стандарта в 1971 году ничем не обеспечены. Обеспечение биткоина – это ваше доверие. Данная валюта держится и меняет курс исключительно на основе доверия пользователей системы. Криптовалюта имеет ценность, потому что она принимается в качестве оплаты. Люди готовы использовать ее в своих расчетах, принимать как обменный эквивалент. Здесь работает общий закон спроса и предложения. Также криптовалюта имеет ценность благодаря майнингу – процессу, в котором реализовывается проверка транзакций. Этот процесс требует определенного количества работы, электричества и денег. У криптовалюты есть несколько существенных преимуществ. Ей не страшна инфляция. Если вдруг правительство напечатает большее количество рублей, логично, что эти деньги обесценятся. С биткоинами такая ситуация исключена. В коде биткоина стоит ограниченное на добычу количество – 21 миллион биткоинов. Еще один плюс – это децентрализованность. Нет единого центра, из которого осуществляется управление системой. А значит, нарушить работоспособность этой системы, принудительно ограничив распространение валюты, крайне сложно. У сети просто нет единого владельца. Она контролируется всеми пользователями по всему миру. Следующее преимущество – это анонимность. Можно отследить транзакции и увидеть, сколько биткоинов преобразовалось из одного кошелька в другой. Но определить, кто именно является владельцем кошелька, не так-то просто. Только вы владеете своим счетом. Все платежные электронные системы, например, такие как PayPal или Kiwi, не позволяют вам считать себя полноправным хозяином кошелька. Если у компании возникнет подозрение в неправильном использовании счета, они могут заморозить его, даже без предупреждения. Следующее преимущество – это надежность. Специальные алгоритмы шифрования и блокчейна в вычислительной мощности обеспечивают сложность взлома системы криптовалют, защиту от поделки данных транзакций. Открытый код позволяет всем желающим исследовать программное обеспечение, на котором создана криптовалюта, предложить улучшения, поискать ошибки. Следующее преимущество – это трансграничные платежи. Что это значит? Нет необходимости использовать банки или дорогих посредников для перевода денег в другие страны. Следующее преимущество – это контроль над средствами. В банке средства застрахованы до 1,4 млн рублей для России, а владелец криптовалюты сам несет ответственность за сохранность своих средств. Гарантия в том, что их у вас никто не отнимет, если вы соблюдаете все правила и средства безопасности. Давайте обратимся теперь к недостаткам. К недостаткам криптовалюты можно отнести следующие отрицательные моменты. Первое – отсутствует возможность отозвать платеж. Второе – волатильность. Криптовалюта является непредсказуемой, так как зависит от текущего спроса, который в свою очередь может меняться в результате изменений в законодательстве и из-за прочих факторов. По этой причине имеют место колебания цены виртуальных денег. Следующий недостаток – это опасность потери. Ключом доступа к электронным деньгам является специальный пароль. Если его потерять, находящиеся в кошельке криптомонеты становятся недоступны. Есть десятки историй о потерянных средствах. Следующее – отсутствие гарантий. Каждый пользователь персонально несет ответственность за свои сбережения. Здесь нет регулирующих механизмов, поэтому в случае кражи доказать что-либо и вернуть деньги не получится. Атака 51%. Ситуация, когда свыше 50 вычислительных мощностей криптовалютной сети попадают под контроль одного майнера или отдельной группы. Это позволяет им получить доступ к управлению сети, создавать помехи для других майнеров, проводить остановку чужих транзакций, конфликтовать с другими участниками сети с помощью своих операций. Безусловно, сейчас наилучшее время для инвестиций в цифровые деньги. С каждым днем появляются новые криптовалюты и токены. И все больше компаний, пользователей, инвесторов и банков хотят обладать заветными электронными деньгами. А тем временем перспективы криптовалютного рынка расширяются с каждым днем. Криптовалюта, какой бы она ни была, сомнительна в своей стабильности, все же заняла свою нишу в мире финансовых активов, которые набирают популярность. Электронные транзакции, инвестиции, трейдинг, майнинг уже вошли и закрепились в мировой экономике. Однако, прежде чем сделать выбор в пользу той или иной криптовалюты, кошелька или биржи, важно понять свои потребности. Нужна ли вам криптовалюта для быстрых торгов и получения денег здесь и сейчас, или же вы нацелены на долгосрочную перспективу? Необходимо тщательно изучить рынок электронных активов и их курс, попробовать несколько цифровых платформ для покупки и продажи электронных денег. Все эти тонкости мы разберем в следующих уроках. На этом сегодня все. Пока-пока.